И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было видеороликов, связанных с МПК, но наконец-таки тот день настал. Скидок 50-70, я долго их ждал, я долго ждал скидок такого большого, наверное, масштаба, потому что у нас таких больших скидок не было уже давным-давно. Но наконец-таки они появились, появилась у нас пушка Гаусса, конечно же, я её сегодня также прокачаю, ну и прокачаю один интересный корпус, который у меня до сих пор не был прокачан, а именно-таки Хантер. Ну и плюс ко всему, если я не ошибаюсь, мне должно хватить ещё на прокачку модуля от пушки Гаусса, поэтому давайте начнём тогда сначала с Хантера, потом переключимся на прокачку Гаусса, и если у нас всё пойдёт по плану, всех кристаллов у нас хватит, и если мне память не именно-таки не изменяет, то мне кажется, что должно хватать мне на всё это дело. Поэтому начинаем с Хантера, тут уже пару шагов у нас было прокачано, никак я не осмеливался прокачивать данный корпус, потому что считал, что он в принципе не нужен, но в связи с теми событиями, которые сейчас у нас произошли в игре, со всеми теми раскладами, то что сейчас уже у нас овердрайв Хантера чересчур сильно нагибает в матчмейкинге, и меня уже по этому поводу ужасно много раз сгорало, поэтому мы прокачиваем Хантер, и теперь будем сами всех отключать, расскажу какие-то определённые моменты, я думаю, что в ближайшее время запишу по этому поводу видеоролик с Хантером, да, расскажу, что можно и как вообще использовать правильно данный корпус, дабы получать наибольшую выгоду. Последний шаг не будем прокачивать, потому что я не помню, сколько у меня кристаллов на всё это надо, поэтому лучше мы сейчас оставим, лишние крисы, мне кажется, сейчас как раз-таки мне и пригодятся. Переходим к Гауссу, самому тому нагибаторскому новому видению в игре, да, супер пушка, которая появилась. По ней тоже сегодня, я думаю, что удастся немножечко поговорить, рассказать какие-то определённые минусы, которые я уже увидел. Полный обзор пушки тоже, я думаю, что в ближайшее время запишу, просто сейчас у нас много времени не получается вообще у меня не на игру, то есть какие-то определённые у нас игры только появляются, плюс что-то постримить удаётся, но связанных с видо... именно видеороликов, связанных с каким-то определённым нагибом или ещё с чем-то у меня не получается просто записывать, поэтому я думаю, что в ближайшее время всё это у нас получится, и тогда уже расскажу более подробно про данную пушку, что я вообще вижу прямо-таки сейчас. Ну и надо немножечко обкатать её, понятное дело, что с первого боя я вам много ничего интересного здесь не смогу рассказать. Тем временем мы уже до 20-го шага доходим, последний шаг не ускоряем. 900к у нас остаётся, это значит, что кристаллов у нас на прокачку данного модуля хватит, поэтому мы его покупаем за 250к, 650 у нас кассиков остаётся, и спокойнейшим образом так же само выкачиваем данный модуль до 50%, но я думаю, что 49-50 мы не будем ускорять, потому что кристаллов там останется, мне кажется, вообще немного. Ну, может где-то 100к будет, но пусть будет, короче, не буду я тут ускорять, что-то ускорять, последний шаг он всё равно сам себя прокачает, ничего страшного в этом плане, я думаю, что нет. Что касаемо вообще резиста, прокачиваю просто для того, чтобы был, не вижу особо, наверное, таки резона пока что точно в его использовании в бою, потому что у меня и так для матчмейкинга имеется 25% резист, пушка не используется нигде в кс-боях, поэтому резист по сути мне не нужен, но дабы, чтобы он у меня просто был, скидка 50-70, конечно же, лучше его прокачать. Давайте отправляемся в матчмейкинговую катку, единственный момент, который я хотел, наверное, добавить ещё по данной пушечке, пока я гружусь, это то, что, как я вижу, вот прямо-таки сейчас было бы неплохо всё-таки ещё чуть-чуть апнуть данную пушку, да, в какой-то степени мне кажется, что она сбалансирована, она интересна, она новая, да, какая-то новая механика, нововведение вообще определённого рода уже имеется, это круто, это круто, что что-то новое появляется, я всегда был сторонником того, что если появляется что-то новое, оно реально круто смотрится, ну и в плане, если сравнивать это с пушкой, в плане механика, она реально достойно смотрится, и единственный момент, который мне вот реально сейчас не нравится, это то, что данная пушка наносит чересчур мало урона, да, вот даже сейчас вы видите, то, что я прокачал её до М4, ну, условно говоря, последний шаг у нас сейчас не прокачан, и с бустером она не будет ваншотить средний танк. Если добавить данной пушке, грубо говоря, 5, ну, может, 10% урона, да, то данная пушка начнёт ваншотить уже танки, и тогда совсем другой расклад будет с данным вооружением, вы уже сможете наносить в каких-то ситуациях тот самый необходимый урон для шота танков, а если вы уже ваншотите с бустером противника, то это совсем уже другая пушка, и совсем по-другому она будет смотреться и нагибаться на ней вообще будет. Что касаемо Хантера, почему же, я уже сказал, почему же я его решил выкачать, ну, потому что в матчмейкинге их стало чересчур много, и за счёт данного овердрайва, в таком режиме, например, как в регби, вы можете делать очень много полезных движений, и за счёт них вы просто будете ставить, например, мечи, будете дезморалить противника и выигрывать за счёт этого определённого рода катки. Поэтому давайте сейчас попробуем вытянуть данный бой, 2-0 мы уже при всём этом раскладе летим, Хантер у меня с овердрайвом уже имеется, ну и посмотрим, насколько круто можно будет здесь сейчас реализовать мою пушку. Ну, я так понимаю, что мне даже Хантерам овердрайв не дали прожать здесь, но мне так кажется, что здесь уже будет какого-то рода проигранная катка, потому что 3-0 мы уже летим, у нас тиммейты как-то, мне кажется, слабовато играют, я попытаюсь немножко понакидывать урона. Пушка, ребят, по механике работает примерно так же само, как работает у нас Гром, да. Стоит ли прокачивать прям сходу вам, вот если у вас, например, нету большого количества кристаллов, или вы там думаете, она имба или не имба, я могу с уверенностью сказать, что она, ну, не такая жёсткая имба, чтобы вот прям взять и прокачать при той ситуации, то что у вас нету, например, большого количества кристаллов, или есть пушки, которые у вас не прокачаны, да. То есть, грубо говоря, Страйкер против Резиста будет сильнее, чем сейчас данная пушка Гаусса по безреду. Потому что, понятное дело, что сейчас никто Резист от данной пушки не использует, и её за счёт только вот данного момента можно использовать и нагибать, да, в какой-то степени. Ну, я не знаю, назвать это нагибом, конечно, это тоже чересчур сильно, но пушка, которая в какой-то мере хотя бы просто тянет, её можно так назвать, да. Она будет тянуть, а насколько сильно, мы сегодня всё это дело, конечно же, проверим, поэтому по данной катке я определённый обзор вам не могу дать. Единственный момент, который, наверное, хотелось бы здесь просто показать, это то, что Хантер, ну, реально крут, реально крут данный корпус, и в последнее время я всё больше начинаю об этом убеждаться, то, что его стоит использовать почти в каждой катке матчмейкинга, и за счёт данного овердрайва реально можно приносить бешеное просто КПД своей команде, и не только своей команде, но и для того, чтобы набирать большое количество опыта. Сейчас у нас в Рэгби, конечно, здесь ничего не получается, 4-0 мы уже проигрываем. Что касаемо пушки, то, ну, не сказать, что спокойнейшим образом, но получается у меня здесь забирать первое место, а это значит, что пушка наносит достаточное количество урона. Ну и резистов на первый день скидок, скидки-то на МПК уже сегодня у нас имеются, резистов от данной пушки не имеется, поэтому я могу смело констатировать тот факт, то, что даже многие ребята просто не имеют этот резист ещё до сих пор, никто его не прокачивал, да, и особо нужды, наверное, в этом тоже нет. Хотелось бы сейчас попробовать вытянуть данную катку, потому что овердрайв у меня имеется, и шансы-то на выигрыш, мне кажется, хоть какие-то ещё есть, две с половиной минуты по чисто теоретическим моим подсчётам, этого времени будет достаточно, дабы привести три мяча хотя бы, чтобы сравнять счёт в данном бою. Сейчас мы мяч здесь подберём, и главное, будет сейчас правильно реализовать свой овердрайв на центре. Сейчас мы здесь застопим, я думаю, данных игроков. У меня получится это сделать, хотя тут даже никого-то и стопить не надо. Спокойнейшим образом можно просто заехать, поставить, и хотел ещё с вертушечки выдать такой хороший выстрел, но не получилось этого сделать, жалко. Но ничего страшного, 4-2 у нас счёт уже имеется, поэтому можно сейчас попробовать вот тогда уже реализовать наверняка данный овердрайв. Ещё хотелось бы здесь сбить прицел, но не получилось у меня это сделать. Да, пушка, кстати, для сбития тоже отлично подходит, и на ней спокойнейшим образом можно сбивать прицел той же рельсе, да даже, я думаю, что не только рельсе, с силы удара позволяет сбивать прицел и с макет той же, и грому, и страйкеру, то есть в определённых ситуациях за счёт этого тоже можно выигрывать противника, и приносить в определённом смысле данного слова пользу для своей команды, ну и в целом для себя. Одна минута остаётся, парень что-то тут не торопится подниматься из ямы, я спокойнейшим образом перестреливаю одного противника, ну и смело можно здесь подниматься, наверное, у него имеется, наверное, у него имеется овердрайв, но застопить застопил я противника, но больше я ничего не смог сделать в данной ситуации, в какой-то степени обидно, потому что можно было поставить, но пока команда моя не настроена на доставку данного мяча, у меня, к сожалению, мало шансов что-либо сделать в таком бою. Ну и закономерно, конечно же, мы проигрываем. Что касаемо пушки, я думаю, ребят, я не буду здесь сегодня ничего добавлять, это такой видос, можно так сказать, вводный, с прокачкой данного вооружения, с прокачкой и вообще с моим, наверное, таки удовлетворением, то, что я, наконец-таки, смог выкачать и свой Хантер. В дальнейшем мы всё это дело, конечно же, вам расскажем, расскажем, где можно будет это всё реализовывать в лучшей степени, ну и надо немножко сейчас обкатать, поэтому, ребят, не забывайте приходить на стримы, там точно по этой пушке вы сможете узнать больше информации, где она будет нагибать, где не нагибать, как на ней лучше вообще тянуть. Ну а у меня на этом всё, не забывайте, ребят, прожимать палец вверх на данный видеоролик, также не забывайте подписываться, если вы, ребят, не подписаны. Всем спасибо, пока.